Здравствуйте! Меня зовут Ирина Агапова. Я второй месяц принимаю участие в проекте «Сто кусков». Кто-то рад меня видеть, а кто-то и не очень. Но раз уж вы смотрите сейчас это видео, значит оно вас чем-то заинтересовало. Сегодняшнее видео я посвящаю ответам на ваши вопросы. И первый вопрос от Наталии из Северодвинска. Как вы приглашаете людей в проект? Во-первых, нужно открыть свой канал на YouTube и снять качественное видео. Одеться, накраситься, подготовить речь без сорняков, типа классно, вау и так далее. Снять видео, выложить его на свой канал на YouTube. И в комментарии написать текст и свою пригласительную ссылочку. Далее, рассказать всем своим друзьям и знакомым, что это никакая не пирамида, не лохотрон. Что вы здесь зарабатываете деньги на себя, на свою семью. И, конечно же, социальные сети. Это одноклассники, ВКонтакте, в Фейсбуке, в моем мире, в кругу друзей и так далее. Везде вы выкладываете фотки, ставите комментарии и ни в коем случае не рассылайте спам. Это людей, наоборот, отталкивает. Метод у нас приглашая, не приглашая. Следующий вопрос от Анжелики из Москвы. Знают ли ваши родители об участии в проекте и как они к этому относятся? Да, конечно же, мои родители знают о том, что я участвую в проекте «100 кусков» и относятся весьма положительно. Мой папа каждый день спрашивает, а сколько ты сегодня денег получила? И мало того, они сами принимают активное участие в проекте. А мама себе тоже зарабатывает, так как пенсия 7 тысяч, я считаю, что это очень-очень мало. А так это для мамы дополнительный заработок. Следующий вопрос от Тамары из Пензы. Сколько вы зарабатываете в месяц? Я не могу сказать точную сумму, сколько я получаю в месяц. Когда-то меньше, когда-то больше. Но хочу сказать, что мне точно хватает на мою безбедную жизнь. Я покупаю себе дорогую технику. Мы с дочкой ездили за границу летом. Надеюсь, что еще поедем. И я планирую купить себе двухкомнатную, а может быть и трехкомнатную квартиру вот уже ближайшим летом. Следующий вопрос от Сергея из Екатеринбурга. Сколько времени вы в день уделяете проекту? Я уделяю не менее 8 часов в день, ежедневно, без выходных и праздничных дней. Отпуск я устраиваю себе сама. Ну, кто сколько уделяет времени, тот так и зарабатывает. Получаю, соответственно. Кто как работает, тот так и кушает. И следующий вопрос у нас от Марии из Кулешовки. Сколько времени вы в сетевом бизнесе? В сетевом бизнесе я с июля 2013 года, получается, полтора года. Следующий вопрос от Виктории из Ростова-на-Дону. Считаете ли вы себя опытным сетевиком? Нет, опытным сетевиком я себя еще не считаю. У меня, конечно, все получается. Я в себе уверена. Но каждый день открываю для себя что-то новое, и я учусь. Следующий вопрос от Ольги из Санкт-Петербурга. Встречались ли вам люди, которые говорили, что проект «Сто кусков» – пиравида или лохотрон? Такие люди мне встречаются ежедневно, негативщиков полно. И давайте для начала рассмотрим, что такое пирамида. Пирамида – вкладчики вносят туда свои деньги, а потом уже дирекция проекта начинает вкладчикам выплачивать вместе с процентами. Это инвестиции, это вклады. И такие пирамиды могут закрыться в любой день, и вкладчики потеряют свои деньги. Проект «Сто кусков» пирамидой не является, потому что деньги в проекте не хранятся. Они переводятся из киви-кошелька на киви-кошелек участника. А проверить, лохотрон это или нет, отправьте своему знакомому со своего киви-кошелька на его киви-кошелек 1 рубль. И спросите у него, получил он этот рубль или нет. Если он получил, значит, проект «Сто кусков» лохотроном не является. Следующий вопрос у нас от Светланы из Сальска. Как вы общаетесь с негативщиками? Ну, я никогда не пытаюсь что-то навязывать, доказывать. Во-первых, я человека вытягиваю в скайп на общение, открываю ему демонстрацию экрана. И человек смотрит мой доход, показываю, общаюсь, начинаю ему рассказывать, как я приглашаю людей. И никогда его не уговариваю. Если он не преклонен, я ему говорю, ну, значит, это не ваше, идите работайте на дядю, 40 лет ходите на работу, вставайте по будильнику. И я не из тех людей. Я нашла себя в проекте, я влилась в него. Поэтому у меня все хорошо. Следующий вопрос от Натальи из Екатеринбурга. А что, сюда еще и деньги надо вкладывать? И людей приглашать? Такие вопросы меня всегда удивляют. Ну, представьте, что вы открыли салон красоты или банк, или школу. Вы же сначала вкладываете туда деньги, а потом уже приглашаете туда людей, чтобы из этого извлечь прибыль. То же самое и здесь. Надо вложить 100 рублей и приглашать туда людей, чтобы у вас был доход. Кстати, доход здесь не ограничен при таком бюджетном вкладе 100 рублей. И следующий вопрос у нас от Сергея из Северодвинска. А что делать, если мне не получится приглашать людей? Ну, это обычная боязнь. Люди боятся. А что, если я не приглашу, если у меня не получится? Все мы чего-то боимся. Девочки боятся растолстеть и не понравиться мальчикам. Но вы же не боитесь вставать по утрам и чистить зубы. Все мы не пришли в проект опытными сетевиками. Когда-то и мы не умели. И нас научили. Поэтому после того, когда вы оплатите 100 рублей, мы вас научим, добавим в чат. И все у вас получится. Верьте в себя. Мысли материальны. Как вы будете о себе думать, что я хороший, что у меня все получится. И все у вас на самом деле получится. Поэтому жду вас в свою команду. Это были ответы на вопросы. Ссылочка внизу. Можете регистрироваться. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И жду вас в свою команду. До следующего видео. Пока.